Вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 26 августа. По преданию Владимирскую икону Богоматери написал в одном веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица. В середине XII века икона была подарена великому князю Юрию Долгорукому. Образ хранился в Выжгородском монастыре под Киевом. Сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюбский, отправляясь в 1155 году правит Владимир Суздальской землей, взял икону с собой, поместил ее в Успенском соборе Владимира. Икона не раз являла миру свои чудеса. В 1395 году она спасла Москву от нашествия среднеазиатского хана Тимура. Когда уже не оставалось надежды одолеть вражеские полчища, великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной иконой. Путь до Москвы продолжался 10 дней. В это время люди стояли по сторонам дороги на коленях и молились. В Москве икону встретили 26 августа. В это время Тамерлан спал в шатре и увидел во сне высокую гору, с которой к нему спускались святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе, озаренная божественным светом и окруженная воинством небесным, стояла лучезарная жена. Мудрецы поведали хану, что во сне ему был послан знак свыше, что сама Божья Матерь встала на защиту земли русской. И бежал Тамерлан, гонимой силой у Пресвятой Девы, писали летописцы. В честь этого события на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь, а Владимирская икона Божьей Матери перешла в Москву и была установлена в соборе, построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Перед ней помазывались на царство цари и избирались первосвятители. В советское время икону поместили в Третьяковскую галерею. В сентябре 1999 года икона Владимирской Божьей Матери была передана в храм святителя Николая при Третьяковской галерее. Там она хранится под поленепробиваемым стеклом, а специальные приборы поддерживают особый режим температуры и влажности. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк!